Рука параллельно. Снимаем. С предохранить. Отодянем. Чтобы попасть в мешок. У входа в музей Фрунзе развернулась одна из интерактивных площадок фестиваля «Ожившие страницы истории». Вот так просто, никуда не записываясь, можно прийти и пострелять, правда, ненастоящими пулями из нагана, символа Отечественной революции. Применялся во время Первой мировой войны, Гражданской войны, во время Великой Отечественной войны. Оружие простое, очень надежное, убойное. Я же решила попробовать себя в стрельбе из автоматического пистолета системы «Маузер». Из такого же стрелял в свои годы Семен Буден, а также все командармы Красной армии. Для безопасности обязательно надеваю защитные очки. Поехали. Назад прошлое ли? Как стать свидетелем времени перемен? Организаторы фестиваля предлагают вспомнить ключевые эпизоды истории столетней давности. Изгнание чехословацких легионеров из столицы губернии и установку в городе Красного Знамени. Реконструируем те события, которые происходили в городе, именно на тех площадках, которые помнят еще то, что это было в 18-х годах. Достаточно такая тема интересная и она затрагивает почти всех жителей Самары, потому что вот эта борьба, противостояние, она затронула всех. И показала, что это не стоит того, что было затрачено на это и те жертвы, которые нам приносились. То есть единство и стабильность государства – это всегда сила, мощь и нам хорошо тоже всем. До 4 октября можно посетить штаб-квартиру командарма Михаила Фрунзе и увидеть реальные фотографии революционной Самары. Пострелять из оружия того времени, пройтись по маршрутам Красной Славы и увидеть, как сражались за Волжскую столицу Красные и Белые. Взрывы, бомб, сабельные атаки, выстрелы, разве что кавалерии только не будет. Это всегда людей привлекало во все времена. Это военная тематика всегда людям была интересна. Тем более, когда такие грандиозные события происходят на твоей родной земле, и когда такие исторические события реконструируются, которые происходили на твоей родной земле уже более ста лет назад. Реконструкция боя за Самару воспроизводится уже 30 лет. Ежегодно увидеть ее переезжают гости со всей России. В этом году импровизированные битвы пройдут в субботу 3 октября на участке улицы Ленинской, от Рабочей до Красноармейской. Там, где и разворачивались важнейшие исторические события 102 года назад. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События.